Здравствуйте, дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале YouTube! Сегодня у нас маленький модный показ растений, к которым мы, в общем-то, уже привыкли и любим их все. Ну, для некоторых это новенькое, особенно для начинающих цветоводов, садоводов. И я хочу рассказать вам про тигидию, ранункулюсы и, правильно, фрезию. Фрезия – великолепнейший цветок с нежным ароматом ландыша, но можно в восхитительной степени говорить очень долго. Можно выращивать дома, что гораздо легче, чем выращивать в саду. Но, тем не менее, вот в горшках и больших кашпо посаженные, знаете, горшочек 15 сантиметров, там надо не менее пяти луковичек, чтобы это был пышный букет, прямо скажем. Но фрезию надо подготовить к цветению, правда, она красавица. Есть и очень высокие метровые высоты, но в основном это либо малышки 25-30, либо 50 сантиметров. Значит, цветет она очень долго, вот в этом ее прелесть. И разнообразие окрасок просто с ума сводит. Но прежде чем ее как-то посадить в землю, надо понимать, что ее надо разбудить. Как разбудить фрезию? Берите, пожалуйста, плотное полотенце, можно махровое. Намочите его, выжмите, заверните туда луковички фрезией и положите на батарею дня на 2-3, не меньше. Дело в том, что луковицы нагреваясь и впитывая влагу, в этот момент будут зарождаться у них цветочные почки. Вот так устроена фрезия. Ну, 2-3 дня можете подержать, но это не 60 градусов. Это градусов 30-40, не более 45. Вы луки уже сварили на батареях, вы уже пишите мне письма такие. Значит, не сварите и фрезию. Через 3 дня вы можете подсаживать все это в горшки. Глубина, если эта почва очень рыхлая, глубина заделки сантиметров 8, да, а если эта почва очень плотная у вас по какой-то причине, значит, то глубина заделки будет всего 5 сантиметров. Не забывайте мои рекомендации. Значит, все, фрезия посажена, она взойдет, начнет расти. Ваша задача вот все-таки довести ее до ума, до цветения дома, потому что ей нужна температура, ну, примерно от 10 до 18-20 градусов максимум. Она тогда только заложит свои цветочные почки. Если будет жарко, пойдут листья, если будет холодно, она вообще затормозит. Но цветок потрясающий. Переходим к ранункулюсу. Ранункулюс – это цветок необыкновенной красоты. Сам похож на розу, листья на хризантему. Значит, он очень простой. Вот правда. У него там ежики. Видите? Прям ежики настоящие. Причем это хорошая фракция, они очень крупные. Значит, в несколько побегов будет свести ранункулюс. Вот здесь смесь находится. Хочу руками показать. Вы, когда будете сажать это все, высаживать в землю, это можно делать достаточно рано под укрывной материал. Вы, пожалуйста, не просто в грядку натыкайте, а сделайте вот такой вот бугорок. Либо это гребень, и вы рядами посадите. Либо это бугорки на клумбе там любой формы. Вы уплотните этот бугорок, это вот такая будет шишка у вас прям. Уплотните руками, а потом в центр посадите одну или три луковички. Ежика этих. Ну, я не знаю, как их назвать. Это корневища определенного рода. Значит, посадите на глубину также не менее трех сантиметров. Земля должна быть влажной. Укройте сверху укрывным и оставьте их в покое. Зачем нужен этот бугорок? Единственное, но у этого растения оно терпеть не может. Влаги, когда она скатывается вот сюда к побегам, и они начинают гнить. Должно быть вот так. Ничего вот сюда скатываться не должно. Вокруг бороздка с горбиком и туда поливаем. Влага втянется, как положено. Теперь другой цветок. Слышите, вот правда, я такой увлеченный человек, что я схватила пачку с тигридиями и рассказала вам про фрезию. Вот она фрезия. Она, конечно, вот красавица, но и этот цветок, это тигридия. Тигридия, господи, боже мой, вот луковички. Их тут целая куча, 15, наверное, если не 20 штук. Рассаживайте группами, потому что, ну, некрасиво, когда один цветочек. Ну, правда. Ну, что это, морковка, что ли? Ну, садите такими куртиночками, обсаживайте там какой-нибудь кохи, которую подстрижете, или бархатцами. Тигридия сама по себе очень яркая. И такая прям насыщенный цветок. Проблем никаких нет. Единственное, вот у всех трех цветов они не будут зимовать в почве. Если тигридию и ранункулисы можно укрыть слоем сантиметров 25-30, чего угодно, и она перезимует, и у меня так прекрасно росли растения ранункулисы, я их показывала, то уж фрезия это нет. Фрезию придется выкопать и хранить дома, знаете, в ящике письменного стола, где-нибудь в шкафу внизу, где-нибудь в прихожей. Да это вообще не проблема. Я вам желаю пышнейшего цветения. Всего доброго вам и до свидания.